Питер Молинье Питер Молинье, сэр Питер Молинье, без преувеличения, интересный дядька. Игры, во главе разработки которых он стоял, почти все как одна поражают своей необычностью. Каждый раз сэр Питер, а он действительно сэр, ему присвоено официально это звание, так вот, сэр Питер каждый раз обещает при разработке очередной игры целый ворох возможностей. И каждый раз, слушая его, игровые журналисты, в те времена в основном они, а уже через них обычные игроки, утопают в собственной слюне, так как обещает сэр всегда столько, что просто мама не горюй. И никогда, никогда он в итоге не воплощает в игре и половины обещанного, однако каким-то чудом игры все равно получаются невероятно крутыми с присущим студии колоритом. Про Fable вы уже знаете, но, разумеется, Linehead Studios разработали не только его. Была еще, как минимум, серия игр Black and White. Ни много ни мало, симулятор бога. Да, вот, о второй части я и хочу как раз таки поговорить. Почему только второй? Ну, вот, как-то вот так вот получалось, что первую я всегда пропускал мимо себя. И, судя по отзывам, она была интересна, но технически сложна. Не в смысле сложности геймплея, а в смысле неудобства многих решений. Это одна из отличительных черт студии. Если вспомните меню той же Fable, поймете, о чем я. Так вот, я сразу перейду ко второй части. И, блин, я даже не знаю, с чего начать. Такое у меня, знаете ли, бывает нечасто. Ладно, давайте с концепцией. Итак, Black and White 2 это стратегическая игра линейного типа без намека на мультиплеер. В нем мы берем под контроль цивилизацию греков и развиваем ее, чтобы та сумела преодолеть некие невзгоды. Звучит обыденно, но это всего лишь затравка. Black and White это симулятор бога. Причем именно в атеистическом его представлении. Позже объясню почему. Если что, игра хоть и стебная, но никакого глумления ни над верой, ни над богом как таковым тут и в помине нет. Если вдруг для вас это важно. Ну и вот, жили себе греки, не тужили. Как вдруг на них напала какая-то совсем уж неправдоподобно огромная армия, нет, не русских, ацтеков. Да, не спрашивайте ничего, просто примите как факт. Это не историческая реконструкция, в конце концов. Так вот, напали, значит, ацтеки. И давай все вокруг ломать и всех убивать без разбора. Женщин, детей, стариков, мужчин, разумеется. Тут бы грекам и конец, но в глубинах варпа новозародившийся бог услышал молитвы о помощи. Ну, что ж, раз молит, нужно посмотреть, что там у них. А у них там звездец полный, все уже разгромили, почти всех убили. А еще по землям ходит гигантская горилла и вызывает вулканы, заливающие магмо останки города. В рамках обучения нам необходимо будет совершить примитивные действия типа захвата рукой и спасти их хоть сколько-нибудь жителей, кинув их в портал. Впрочем, сколько ни кидай, город не спасти. Однако, разумеется, кто-то все же выжил, так как было у них предсказано следующее. Раса будет почти уничтожена, но воспрянет вновь под руководством бога. Под нашим руководством. Мы не просто должны восстановить утраченную, но и ликвидировать угрозу в виде ацтеков, поработивших весь мир. И, разумеется, мы сделаем это не в одиночку. Да, не гоже же нам всю работу брать на себя. Хотя бы пару секретарей можно ж завести, верно? Вы их наверняка уже заметили. Это маленький стереотипный ангелок и чертик, стандартные проявления нашей злой доброй натуры. Притом, настолько стереотипный, насколько это в принципе возможно. Это очень ярко проявляется в их характере, когда ангелок не приемлет вообще никакого насилия, весь такой мудрый, а чертик, как обычно, кортит рожу, острит и предлагает решить вопрос силовым методом. Впрочем, их стереотипность это нисколько не минус, это скорее особенность игры. Тут все утрировано и стереотипно, игра довольно стебная сама по себе в принципе и полна различных допущений. Самое яркое из таких допущений это атеизм. Да, как это ни странно. Ацтеки, видите ли, настолько оборзели, что завоевали вообще всех, кого можно, а именно норманов и японцев. Также в игру планировали, видимо, добавить египтян, но не добавили. По лору их тоже завоевали и истребили. Они формально присутствуют в одном из побочных заданий, как отдельной цивилизации их нет. Посему, чтобы победить ацтеков, нужно сначала пройтись по их вассалам. Портал закидывает нас сперва в морозные земли. Офигев от того, что на их территории объявили считавшиеся уничтоженными греки и начали кутить, правитель северян с криком «Скайрим для нордов» начинает нас активно выпроваживать в ту дыру, из которой мы повылазили. Я к чему веду? Все вот эти вот командиры-градостроители воочию лицезреют, как дома строятся сами собой, как случаются маленькие и эпические чудеса, как по городу греков бродит огромный зверь, 11 метров росту, если не больше, как открываются порталы, да и сами они не гнушаются пользоваться порталами, услугами гигантских животных, эпическими чудесами, но при том остаются атеистами. Да, они не верят в то, что мы есть, и только когда их города завоеваны, они начинают что-то смутно подозревать, неужели ими руководит бог? И таких вот условностей по игре полно, но на них совершенно не обращаешь внимания, ведь ты уже в плену игрового процесса. Мы в самом делешное божество, которое способно устраивать быт как отдельно взятых личностей, так и всего города, более того, мы обязаны это делать. Стартуем мы с городским центром, тремя кучками ресурсов, тварью и несколькими десятками жителей. Городской центр невозможно уничтожить, но его можно захватить. Также он является информационным центром и сборником статистических данных. Как себя чувствуют жители, что они хотят, сколько их вообще, сколько мужчин, женщин, сколько из них дровосеки, шахтеры, насколько ты злой или добрый, какие города в округе, какие самые готовые для захвата. В общем, настоящая божественная канцелярия. Именно от городского центра мы начинаем возводить постройки. Хотя можно сделать это и через меню. Открываем список и начинаем строить. Разместить фундамент мы можем в любом месте, кроме пары исключений. Например, склон или каменистая почва. Ну так никто туда и не полезет. Второе и главное исключение – наша зона влияния. Она обозначена зеленой чертой. Видимо, в нас пока не особо верят на этих землях, поэтому наша божественная длань действует только в пределах определенного радиуса. Забегая вперед, по окончанию миссии весь остров становится нашим, и мы можем делать все, что угодно и где угодно. Но пока вот только в ограниченных пределах. Самое интересное, что зона влияния зависит не от веры. Каждое строение имеет показатель этой самой зоны, и при постройке она геометрически расширяет эту зону. Объясню проще. Если на краю зоны влияния построить лачугу, этот край сместится, станет больше. Но у лачуги, разумеется, маленький показатель зоны влияния. Вот если построить, скажем, амфитеатр, тогда да, зона влияния вырастет сильно. То есть единственный способ расширять эту самую зону – строительство. Фундамент любого здания закладывается совершенно бесплатно. Кстати, входами он удобно прилипает к дорогам. Да, мы можем строить и дороги. Это мы, знатели, боги, а жалкие юдишки без автомобиля и лошадей ходят на своих двоих. И чтобы ходить было удобнее, можно и нужно строить дороги. Как только фундамент здания заложен, случайные люди или представители профессии начнут его строить. Неспешно, но эффективно. Сперва они принесут в ведерках или в руках ресурс. А чем больше и круче здание, тем больше этого ресурса, понятное дело, нужно. Потом они начнут небыстро его возводить. Глядя на такое, бог может задеваться. И чтобы развеять скуку и ускорить процесс, он, то есть мы, можем взять в охапку ресурсы и просто методом грубого набрасывания самолично построить здание. Это круто и эффектно, но неэффективно. Потому как ресурсов на это тратится пусть и не намного, но все же больше. Не всем нравится такое расточительство, но за чудеса нужно платить. Самое главное здание, которое необходимо построить, это, конечно же, склад. Потому что лежащие на земле ресурсы постепенно разносят ветер. Да, этот склад поделен на три сектора, так как и ресурсы в игре всего три. На самом деле четыре, даже пять, но об этом позже. Пока что три. Это зерно, руда и дерево. Не замысловато, правда? Самые простые здания требуют в первую очередь дерева. Самый легкодобываемый ресурс. Легкодобываемый потому, что своей божественной рукой мы можем схватить дерево, а если выучены определенные умения, то и несколько деревьев, и бросить их на склад, превратив в доски. Вот и все. Скорее всего, тоже с определенными потерями, но с незначительными. Если все деревья вырублены, не страшно. Главное оставить хотя бы одно. Берем самое дешевое по монозатратам водяное чудо и поливаем это дерево. Таким образом, рядом начинают расти другие. И чем активнее мы поливаем, тем быстрее те растут. Заниматься этим постоянно, конечно, немножко муторно. Ну так постоянно, в общем-то, и не надо. Так что за 2-3 минуты можно из одного деревца вырастить небольшой лесок. Зерном примерно та же история. Добывается оно с полей, которые мы же и строим. Мы точно так же можем их поливать и собирать сколько угодно зерна, если есть время. Нужно сильно постараться, чтобы население начало именно по-серьезному голодать и умирать с голоду. Да, это в теории возможно, но на практике труднодостижимо. Но совсем другое дело руда. Руда добывается из рудников. Иногда в окрестностях валяются рудные камни, которые мы можем также лично закинуть на склад, но они приносят немного ресурса. Мы должны найти эту шахту, и не всегда она будет рядом с городским центром, особенно в дополнении. Затем мы должны заслать туда рабочих, потому что сами мы никак не можем выкачать ресурс из нее. Видимо, наша большая рука туда не пролазит, не иначе. Как будто мало того, ресурс шахты еще и ограничен, и он не восполняется со временем. Никак. Есть бездонные шахты, но они встречаются на первых разгонных уровнях, а дальше 20 тысяч, 10 тысяч. Что такое 10 тысяч руды? Это немного на самом деле. Внушительное здание, без которых никак требует дофига этой самой руды, и улетает она быстрее всех. Что делать, если руда закончилась в шахте? Ну, если вне зоны влияния врага есть еще одна шахта, рабочие пойдут добывать руду туда. Да, пешком. Да, по бездорожью, потому как и шахта за пределами нашего влияния. Стоит ли говорить, насколько эффективным будет такой сбор? Кстати, простых крестьян никто никогда не трогает, солдаты тут благородны. Но и к врагу на склад крестьяне тоже идти не дураки. Впрочем, с ресурсами проблемы на самом деле бывают очень редко, сейчас объясню почему. Мы постепенно строим поселение, учитывая желания наших жителей, отраженные в городском центре. Первым делом склады, поля, дома. Для увеличения добываемых ресурсов можно построить лесопилку, амбар и плавильню, соответственно. Но очень скоро этого станет недостаточно. Бог ползет в меню? Ну так, мгм, я что, могу строить только обычные домики и пару других строений? Ну, разумеется, нет. Инфраструктура в игре пусть не идеальна, но хорошо проработана. Можно построить целую прорву зданий с разными целями. Но те здания, что недоступны с самого начала, покупаются за четвертый ресурс. За дань. Да, совершая определенные действия, мы зарабатываем дань. Какие действия? Ну, в основном, конечно же, квестовые. Захватили город, получили дань. Выполнили задания, получили дань. Ну и так далее. Вот за эту дань и покупаются здания, и не только здания. Все, что угодно, включая наши способности и чудеса. К примеру, рукой мы можем рисовать руны, что у меня ни разу в жизни не получалось. Или захватывать сразу несколько объектов, ну и так далее. Чем круче возможность или здание, тем больше требуется этой самой дань. Очень скоро бог поймет, что дань эта строго ограничена, ее нужно откуда-то добывать. Той, что отсыпают за задание, не хватает на все вкусности. Вот тут-то на выручку приходят и побочные квесты. Упоротые все как один. Вот, например, мужик не может уснуть, его постоянно будет дрянной петух. Казалось бы, мы божество. Мы можем раздавить этого петуха или более, знаете ли, гуманно взять и перенести на другой конец города. Но нет. Нет, мы работаем по-крупному. Мы, как повелитель дня и ночи, просто несколько раз подряд меняем ночь на день, день на ночь, и петух срывает глотку. Вот вам и дань. Что при этом случается с биоритмами всего живого в мире, я даже спрашивать не буду. Или вот мужик жалуется на нас, мол, моя дочка забеременела и сказала, что мужика у нее как бы и не было, так что это, знаете ли, не порочные зачатия. Дай-ка мне за это ресурсов. Ничего себе заявление. При том, что на заднем плане за его спиной она тем временем развлекается с мужиком. Мы можем проследить за ней и указать отцу на его глупость. Или вот тибетский монах пытается рукой сломать огромный камень с криком «Кия!». Получается так себе. Мы можем подсобить. Как видите, задания все стебные и забавные, и их много. Но, честно говоря, они утомляют своей, как бы сказать-то, беспомощностью. Это вообще главная беда игры, как по мне. Тут все беспомощны. Например, Норд варит пиво. Ему нужно отправить бочки брату на другой островок для доварки, а тому третьему для доработки. Отвезти на телеге? Не, вы же... Вы что? Есть же бог. Кхм. Бог! Ну-ка, это... Перекидай их туда своей силой. И как они до нашего прихода жили, вот непонятно. Ясное дело, что все это условности, но лично меня они после определенного момента утомляют. Забегая вперед, скажу, что Black and White 2 – это мечта атеиста. Тут бог именно такой, каким они хотели бы его видеть и каким он является в представлении верующих, по мнению атеистов. Тут детишки без божьей помощи не происходит вообще ничего. Люди ни на что сами не способны. Пока мы не заложим фундамент, они не построят здания. Будут умирать с голоду, но не сумеют добыть еды, если мы не организуем им поле. Не сумеют построить армию без нашей указки. Да и армии тоже не будут знать, что делать, потому как никакого командования тут нет. Живем на расслабоне, полная теократия. Бог отвечает вообще за все. Включая настроение жителей, потому что они вечно ноют. We need food. We need art. We need homes. А самим добыть, не? Притом я могу понять, когда они говорят, что им нужна еда или не хватает домов для жилья. Но когда они просят руду или ману, на кой ляд вам вообще сдалась эта мана, ей только я могу пользоваться. У зданий, кстати, есть показатель счастья. И не все йогурты, знаете, одинаково полезные. Начинаешь закладывать фундамент крутейшего особняка с блэкджеком и куртизанками рядом с лесопилкой и начинается. Не, бог, мы не хотим, там лесопилка рядом. Вы че, там совсем что ли охуели? А ну быстро пошли жить, где я скажу. И ведь идут и живут, куда они нахер денутся, потому что бог не выдаст, свинья не съест. Ни свинья, ни человек. Мы можем взять людей, любых, вроде даже переименовать их и поселить, где заходим. Это такие мини-симс. Именно мы решаем, кто будет валить лес, кто молот зерно, а кто поднимать демографию. Так что если бог сказал задрать юбки, задирайте и не возникайте тут. Нам нужно новое население, просто так что ли домов тут понастроили с запасом. Мы просто парим над картой и каждому утираем сопли. Решаем бытовые проблемы, бросаем бочки с пивом, как будто убога дел в других быть просто не может. Ну, в общем, вы поняли. Это не раздражает, кстати, совершенно. Просто в один момент это начинает сильно бросаться в глаза и иногда действительно утомляет. Порой хочется от населения большей самостоятельности. Кстати, самая большая самостоятельность, наверное, у твари. Да, в самом начале игры мы выбираем свой аватар, небольшую зверушку. Ну, то есть для нас она небольшая, так как она несколько метров в высоту, от 11 и выше. Зверушки все как одна классная. У некоторых склонность к одному, у других к другому. Например, корова много ест и развлекает народ, а лев любит воевать. В теории. На практике они будут делать то, чему мы их научим. А еще есть волк и горилла. Существо живет в загоне, либо бомжуй где попало, если загон не построен. Оно действует самостоятельно и сперва за ним нужен глаз да глаз. Чудит оно многовато. Оно может начать как полезное поползновение, например, поливать поля, добывать ресурсы, развлекать толпу, срать на поле. Да, это считается хорошим делом. От их дерьма пшеницы знаете как прет. Никакие чудеса не нужны. А еще вот это можно взять в руку и буквально закидать вражескую армию говном. Это, конечно, им не повредит, но это весело. Игре, если что, 15 лет. Но также он может и, например, сожрать все зерно. А то и не зерно, а дорогую руду, например. Обгадить склады или людей, сожрать некоторых счастливчиков из вашей паствы, сжечь лес. В общем, что в голову сбредет. Все эти идеи мы можем корректировать методом кнута и пряников в буквальном смысле. Можем погладить тварь, а можем надавать по щам. Со временем зверушка будет расти и станет по-настоящему колоссальных размеров. Также изменится и внешний вид в зависимости от действий. Много дерется, будет мускулатура. Много ест, будет пузо. Ну и традиционно в игре есть разделение на добро и зло. Никто не мешает нам стать настоящим темным богом и с криком «Я принц Варба!» Приносить людей в жертву на алтаре и строить тюрьмы и пыточные, и расставлять вместо указателей голову, насаженные на пики. Тогда и наша рука, и окружение изменится. Трава пожухнет, у нас вырастут когти, будут всюду лавовые прожилки. Или наоборот, всюду цветы, птички, радостные крики. Животное меняется частично вслед за нами, частично в зависимости от собственных действий. Ему можно купить игрушки и новые умения. Например, научить колдовать, что сделает его в бою крайне эффективным. Можно также привязать его к области и дать установку, например, быть строителем, или воителем, или собирателем. И если оставить его так надолго, он поникнет и воля будет сломлена. Так что лучше этим не увлекаться. Эта тварюшка очень полезна и радует глаз. В случае гибели грустить не стоит, она возродится, чай это наш аватар. Ну и конечно же нельзя не рассказать о, наверное, важнейшем элементе градостроения. О населении. Да, сперва у нас есть кучка людей, готовых браться за любую работу в любом порядке. Им нужно строить дома и условия для существования. А так в целом они отлично справляются со всем сами, хоть и очень медленно. Добывают ресурсы, возводят здания, намаливают ману, плодятся, размножаются. Они постепенно растут, если родились, а не пришли уже взрослыми в этот мир. Стареют, умирают. Поэтому можно и нужно строить ясли, дома для престарелых, кладбища. А также таверны, рынки, амфитеатры, особняки, мельницы. Ищут целую гору различных объектов. Кстати, в игре кастовая система. Мы можем назначать людей ответственными за определенное ремесло. А именно лесники, шахтеры, фермеры, строители. Ээээ, как бы сказать-то, размножатели. Нет, ебаки. Ну короче, подниматели демографии. Да. И попробуй тут поспорь. Одна из самых важнейших профессий, все же, если не важнейшая, это верующий. Построив алтарь, можно заставить толпу людей плясать вокруг него, генерируя ману. И чем больше людей пляшет, тем активнее идет генерешка. Таким образом, тут есть уже и пятый ресурс. Мана, который мы тратим на чудеса. Парочка доступна сразу, остальные покупаются за дань. Самое простое, вода. Полить что-то, как пить дать. И еще можно что-нибудь или кого-нибудь поджечь, долбануть молнией или небольшим метеоритом, а также исцелить. Весьма полезное умение, особенно водяное чудо. Забавно, что наученные чудесам существо никакую ману не тратит. Правда, и кастует все произвольно. Зато, как эффективно. Бросок огненного шара издалека и кирды к отряду, если попал, а то и нескольким. Сблизи можно жахнуть молнией цепной, а можно и подлечиться, если совсем туго. Так что тварь может немало натворить без какой-либо поддержки, но никакого дисбаланса тут нет, как ни странно. Пока животина давит одинокие отряды, все в норме. Только полностью прокаченное создание способно вступить в бой с несколькими отрядами и не отбросить коньки. Она может подбежать к стенам вражеского города, начать их крушить и тут же получить от хорошо организованной обороны, тем более прокаченной. Так что для взятия вражеских укреплений нужна настоящая армия. Армия формируется из взрослого мужского населения, свободного от работы. Есть вроде какой-то полусекретный способ создать женскую армию, но это уже что называется абьюс механик. Так что мы можем лишь с завистью смотреть на ацтекских лучниц, вот только посмотрите на эту прелесть, какие попки. Игра 2005 года, напоминаю. Господи, надеюсь ютуб меня не забанит за такой жесткой порно. Максимальный размер отряда вроде как ограничен, но главное ограничение это наше население. Можно сделать лучников, мечников и катапультистов. Каждый сформированный отряд жрет вдвой больше еды, если что, так что загрома не должны пустовать, иначе сражение закончится раньше намеченного срока. Эти отряды и нужно направлять на взятие бастионов, тем более что только солдаты могут захватывать городской центр, отдав город в наши загребущие руки. Чем больше врагов навоевал отряд, тем выше у него поднимается звание. Урон увеличивается, защита укрепляется. Продвинутые стрелки, например, начинают шмалять огненными стрелами, чем любое существо очень быстро сводят на нет даже одним отрядом. Да, у врагов тоже есть такое существо, только бояться его не нужно. Оно само по себе редко делает гадость и в основном просто страдает хернёем где-то в глубине вражеского города, если иное не приказано сюжетом. У китайцев, кстати, есть тигр, настоящий китайский, у норманов волк, а у ацтеков обезьяна, а коровы не было ни у кого. Возможно, она была у египтян, хотя похоже, что у них вообще никого не было, потому они и вымерли. Хотя разнообразие ради сделать тварь не млекопитающим, а насекомым вроде скоробея было бы интересно, согласитесь. В общем, наши армии, да при поддержке твари, очень эффективно справятся со всеми врагами и захватят остров. Да. Беда в том, что всё это ни к чему. Мало того, что управляются те армии через жопу, отряд выбирается по одному. Ну, видите ли, не придумали в стратегической игре стратегическое управление армиями. Странно как-то. Так ещё и они, в принципе, не нужны, по идее, вообще. Видите ли, обороняться от врага можно тварью в пределах своих границ, если нападут вдруг. Тем более у нас есть чудеса, а у них нет. Одиногиные шары и нет отряда. А завоёвать города можно и без армии. Каждое построенное здание увеличивает параметр успешности поселения, и когда он достигает определённой отметки, из соседних деревень или вражеских городов к тебе пишут ралом, выдвигаются эмигранты, а город становится ничейным и пустующим. Количество эмигрантов зависит от величины населённого пункта. Это могут быть реально несколько человек, а может быть целая толпа голов из двухсот. С собой они тащат и ресурсы. Таким образом, ты просто строй и строй, а люди придут к тебе сами и ресурсы принесут. Разумеется, не всё так просто, как прозвучало, повозиться придётся, это всё же стратегия. Но, что радует, армиями можно не пользоваться вообще. Даже когда тебе по сюжету суют крутой отряд, можно его расформировать и пустить людей в дело. Например, в Эпическое чудо. О, да, Эпическое чудо — это действительно эпическая вещь. Всего есть четыре таких чуда. Сирена, землетрясение, ураган и вулкан. Стоят они просто безумное количество даней, вулкану он аж миллион. Да и ресурсов для постройки требуется немало. Но ещё больше требуется людей. Да, вокруг него тоже нужно скакать и молиться. Причём тут уже не хватит трёх-пяти десятков человек. Человек двести в течение реальных получаса, если не больше, будут вызывать к небу или чему они там молятся. Пока чудо не зарядится. И вот тогда только держись. Обычно мы не можем использовать чудеса вне зоны влияния. Но только не эпическое чудо. Их мы можем использовать где угодно, кроме зоны влияния противника. Но эта зона, как правило, неровная и всегда можно найти удобную брешь. Камера, как она любит делать всю игру, берёт интересные ракурсы. Сначала, как целая толпа орков прыгает вокруг эпического чуда, напоминающего Кадию, потому что стоит. Потом, как луч ударяет в небо. А потом сам эффект. Эффект один полезнее другого. Землетрясение разрывает землю в произвольном направлении, рушая и убивая всё, что попадётся на пути. Через какое-то время трещина зарастает. Более полезен ураган. Вызывается настоящая торнадо, которая ещё более эффективно уничтожает вражеский город. Самое страшное – это вулкан. Мало того, что выросшая гора уже сама по себе сносит постройки, так ещё и вытекающая лава сжигает остатки инфраструктуры города. У них же нет бога, который тушил бы магму водяным чудом. Поэтому вулкан, применённый в правильном месте, может одним ударом закончить уровень. Так как инфраструктура главного города просто полностью будет уничтожена, и населению не останется ничего иного, кроме как перейти к вам. Но, как это ни странно, ещё более эффективным и не менее эффектным является самое слабое и самое дешёвое чудо в игре. Сирена. Просто кинь его в скопление людей. Неважно, солдат или гражданских, и наблюдай, как они с открытым ртом одурманиваются жнецами-сиськами, переходя на сторону греков. Буквально даже становятся ими, даже одежда меняется. А потом пешочком возвращаются домой, то есть в наш город. Разве что ресурсы с собой не несут. Опять же, если удачно кинуть сирену, можно лишить врага огромного количества населения и армии. Вместе с этим упадёт и порог, после которого оставшиеся жители не смогут больше спокойно смотреть на наше великолепие. И мигрируют. Расслабляться, разумеется, не стоит. Чудо могут применить и против нас. Применить его, конечно же, могут не только лишь все. Но если уж могут, то обязательно применят. Правда, искусственный интеллект тут, в принципе, не отличается полётом мысли. Он может, например, очень удачно расхерачить все твои наработки под корень землетрясением, а может кинуть его настолько коряво, что оно вообще даже до городских стен не доберётся. Но уж лучше не уповать на тупость врага и первым делом уничтожить чудо любым способом. Увы, оно всегда ютится в столице, поэтому на поздней стадии игры каждый уровень начинается с активной гонки вооружений. Кто шмальнёт первым, тот и победил. Хотя проиграть тут это нужно, знаете ли, постараться. Но, говорят, можно. Как видите, игра неплоха. Да что там неплоха, она невероятно крута, как и все игры Мулинье. И точно так же несёт в себе немалую долю юмора, его почерк, который трудно не узнать. Тут настолько всё необычно и не свойственно классике жанра, что уже с меню можно поиграться с физикой. Но, разумеется, не обошлось и без минусов. Главный минус является тенью плюса. У лайнхедов всегда получались интересные и до мелочей проработанные игры. Достаточно просто понаблюдать за бытым населением Black & White 2, чтобы понять, что даже сейчас, спустя 15 лет, такое не везде увидишь. Далеко не везде. Мулинье будто бы не от мира сего, и это иногда играет злую шутку. Например, некоторые вещи тут сделаны крайне неудобно, а что-то и вовсе не доработано. Долгая непропускаемая заставка. Играть с кубиками надоедает уже на третий раз, уверяю. Обучение. Обучение тут просто отвратительное. Начало можно пропустить, быстро выборов животное. И на том спасибо. Но дальше ни-ни. Ты обязан смотреть, как греческий город громят. Обязан кидать людей в порталы и катать шарики сена. Но потом ты думаешь, ну вот он, свободный геймплей. Нет, ничего подобного, лишь отчасти. Тебе будут настойчиво постепенно подавать игровые элементы. Как делать то, как делать это. Ознакомление происходит посредством двух наших товарищей. Они, правда, забавные, интересные, но они доодори болтливые. Впрочем, не такие болтливые, как вражеские генералы, чьи мысли мы слышим вследствие нашей сущности. Вот те просто не затыкаются и комментируют что-то постоянно. Ну так вот, товарищи наши рассказывают явно никуда не торопясь. В первый раз это нормально, но если ты играешь в эту игру не первый раз, то терпишь это сквозь стиснутые зубы. Казалось бы, это тоже обучающий остров, его можно пропустить. Да, можно. Но тогда ты не получишь призовую дань, которой в игре и так, прямо скажем, не так уж и много. А выполнять идиотские задания тоже, знаете ли, не всегда есть желание. Ну хорошо, эту землю ты пропустил. Но и на третьей земле, когда, казалось бы, обучение уже закончено, тебя все равно нет-нет да оповещают. Эй, а ты знаешь, как делать то-то и то-то? Тебя при том называют лидером. Звучит это как лейда. Забавно, что в немецком языке это означает не лидер, а певец. Ну, хоть не ляйда, что означало бы страдарец. Очень похоже порой на правду. Я не помню точно, можно ли пропустить и третий мир, вроде бы как нет. Но если можно, то извините, в игре всего семь миров островов. Что, половину можно пропустить? Вы серьезно? И половину игры фактически нас учат играть. Часто, кстати, эти наши альтер-эго оповещают, скажем, о нападении. Да-да, в те самые моменты, когда действовать нужно быстро. Например, взять чудо и сжечь врага. Только вот не выйдет, потому что во время их речи хитбоксы меню, или как это правильно назвать, смещаются. И ты не можешь попасть по нужному пункту. Раньше я такого, кстати, не наблюдал. Возможно, это связано с монитором. Конечно, я не ждал, что на 4К все пойдет безупречно. На 4К вообще играть невозможно. Меню просто крохотное. Скалирования тут нет и в помине. Как не было и в помине монитора у 4К в те времена, понятное дело. В 2008 году видеокарты только начинали тянуть на ультрах 1280 на 1024, если я ничего не путаю. Там даже Full HD был еще роскошью. Это ладно. Но вот что с мышкой, я не понимаю. Впервые старая игра работала с моей мышью Logitech G700S настолько плохо, что я не выдержал и полез на форумы. Оказалось, мышь моя слишком новая. Для игры 2005 года необходимо снизить ее частоту до 125 Гц или нечто подобное. Благо, у Logitech есть для этого удобные утилиты. А вот если у вас нечто менее продвинутое, придется малость поломать себе голову. Паровинт, Катор – это еще более старые игры, но с ними такого не было. Ладно, их делали крутые команды, но вот тех же гномов делала кучка немцев, и там такого тоже нет. Но ладно, это ни в коем случае не следует ставить вину игре, сами понимаете. Но неудобство это доставляет. Также в целом меню строительства могло быть поудобнее. Благо, в те годы стратегии были очень популярны, что стоило взять пример с лучших. Но Питер Мулинье всегда идет своей дорогой. Еще хочется побомбить по поводу локализации. Ее нет. Но, как вы знаете, отсутствие официальной поддержки игры никогда не было проблемой для рельских иванов. И они подсуетились. Вот лучше бы они реально подсуетились. Лично. Но, по ходу, текст закинули в промпт. Благодаря чему он просто построен на перлах. Чего только стоит надпись «На» вместо «Ок» в главном меню дополнения в настройках. Ну, «На» так «На». Благодаря этому далеко не всегда понятно, каковы намерения зверя, что говорят тебе эти господа и вообще чего от тебя хочет игра. Но все же, привыкнув к этому неведомому суржику, играть вполне можно. Тем более тут многое понятно интуитивно. У игры, кстати, есть дополнение. Не как модно сегодня DLC, а настоящий аддон. Называется он «Война богов». Вот тут видно, что проделали неплохую работу. Добавили еще четыре острова, из которых по доброй традиции игровых только три. Мало, скажете вы? Нет, не мало, если учесть, что сложность значительно возросла. Возросла она благодаря новой концепции, понятной из названия дополнения. В конце оригинала мы, спойлер, победили ацтеков. Нежданчик, правда? Но те не успокоились и подумали, что если уж у греков есть бог, и раз уж эти боги реально существуют, дай-ка и мы тоже призовем своего, а вось услышит. Услышал. Услышал так, что мало не показалось никому. Ацтеки, думаю, сами потом пожалели о содеянном, но уже поздно. Явился бог мертвых, и давай поднимать толпы нежитей и рушить с таким трудом установленные города греков, японцев, норманов и ацтеков. Нечаянно мы натыкаемся на него, и начинается война. Кстати, в DLC можно перенести зверя из оригинала, что очень полезно, а можно взять новое, в том числе совсем новое, черепаху, с очень хорошей физической защитой. Мощное существо нам понадобится сразу же, ведь первое, что придется делать, это отправляться в его тюрьму, в тюрьму того темного бога, где заточены все мужчины нашей деревни. И темный бог хаоса при этом не будет просто смотреть, как мы пакостим на его территории, он будет всячески пакостить в ответ, использовать заклинания, бросать камни на наш город, всячески издеваться вербально. А если вдруг жители решат эмигрировать к нам, он вполне может и подпалить деревню, или закидать их коровами, или обрушить на них валуны. В общем, он сделает все, что сделали бы в теории мы. И понятное дело, уже очень скоро он отправит в бой против нас армии нежити. Живые ацтеки и иные угнетаемые племена тоже задействуют, никого не пощадит. Да и нежить гориллу и прочих тварей будет постоянно посылать крушить стены. Расслабиться он не даст. И хоть по всему видно, что все эти действия его строго заскриптованы, а потому легко парируются, все же это именно тот драйв, которого не хватало оригиналу. Ты действительно чувствуешь, что против тебя действует аналогичная сила. И даже видишь ее, его руку, как и нашу. Он вечно прогуливается по нашей территории и комментирует, как будет скоро шатать нашу трубу. Также аддон добавил несколько новых зданий, вроде кузницы, больницы и целый ворох чудес, лава, воскрешение, превращение в животных. Выглядит очень круто, но на деле против скелетов прекрасно действует заклинание исцеления, оно убивает любой отряд с двух попаданий. А исцеление чуть-чуть дороже воды. Так что мана опять наше все. Не обошлось и без багов. Правда не игровых, а скорее привнесенных в игру пиратами. Вообще в сети не так-то просто найти рабочую пиратку игры, а аналогии ее пока нет. Сам аддон скачивается как отдельная игра, что по сути нормально для аддона. Но проблема в том, что пираты через жопу выстроили директории, и в итоге, если попытаться в игре зайти в меню Дани, игра вылетает. Все потому, что в папке с игрой они создали отдельную папку для аддона, хотя файлы должны быть в общей папке. Просто перекиньте их в корневую папку и проблема исчезнет. Только запускать игру теперь нужно будет не с ярлыка, а прямо из папки. Это не трудно, но все же не очевидно. А ведь в первый раз я играл в аддон именно без меню Дани. Ведь прошел как-то. И вы пройдите. Потрясающая вещь, таких действительно не делают. Потому что никому сейчас не придет в голову браться за эксперимент и делать симулятор бога. Да, есть спор, вышедший тремя годами позже, но на этом список аналогов заканчивается. Не упустите шанс. Игры Питера Мулинье все с прибабахом, возможно, как и он сам. Но в них очень трудно не влюбиться. Если по какой-то причине вы пропустили этот шедевр, сейчас самое время раскаяться в этом грехе и с пользой провести недельку в одной из самых интересных и необычных стратегий за всю их историю. Субтитры создавал DimaTorzok